Вагон дальше не идёт. В центре Перми на трамвайной пути упала часть башенного крана. Конструкция рухнула на рельсе на Петропавловской с одной из стройплощадок неподалёку от перекрёстка с улицы Попова. Вагоны 7-го и 12-го маршрутов не смогли продолжить движение. Стоял он, по-моему, здесь. Сорвало линию. Конструкция упала на участке между остановками улицы Попова и сквер уральских добровольцев. Металлическая секция, по всей видимости, стояла около трамвайных путей. И под воздействием каких-то сил, в соответствии с законами физики, упала на бок. Движение остановилось в обоих направлениях, как в сторону ЦУМа, так и в сторону Драмтеатра, сообщили в городском департаменте транспорта. Причина – обрыв провода из-за внешнего повреждения. Бригада энергохозяйства, предприятие «Пермгородэлектротранс» оперативно приехала на место. Неполадки устраняются. Часть трамваев пришлось перенаправить в объезд по улицам Горького, Революции, Пушкина и Борчанинова. Строители упавшую конструкцию с путей убрали и продолжили заниматься своими делами. А аварийная бригада занялась восстановлением контактной сети. Напомним, весной прошлого года неподалеку от этого места произошел еще один инцидент. Тогда пришел в движение грунт. Кроме того, сместилась подпорная стенка. На место экстренно прибыли сотрудники МЧС, специалисты Минстроя и инспекции Гостроинадзора. Трамваи некоторое время также объезжали проблемный участок. В Перми создали оперативный штаб. Эксперты изучили, в какие стороны идет движение грунта. И выяснили, что жилым домам в окрестностях угрозы нет. Юлия Алеева, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Виновата вибрация и дождь. Компания, ведущая деятельность на этой стройплощадке, прокомментировала ситуацию. Башенный кран демонтировали несколько дней назад. В разобранном виде он ожидал транспортировки. Но падение случилось до этого момента. Из-за дождей, а также в результате вибрации от движения трамваев, в районе стройки МФЦ «С Планада» провалился асфальт под одной опорой части крана. Эта секция крана накренилась и по этой причине завалилась на трамвайные пути на улице Петропавловская. Большое нефтяное пятно. На побережье Камы обнаружили загрязнение. Произошло это в районе Краснокамска. Местные жители разместили в интернете свои видеоролики. Они прогулялись по берегу реки и запечатлели темную маслянистую жидкость. Пятно, по словам жителей, появилось неподалеку от места впадения Малой Ласьевы в Каму. Чуть ниже по течению. Рядом какое-то предприятие. В соцсетях люди строят предположения. По весне все текло. Рядом работаю. Вонь мазута каждое утро. Сейчас все пока чисто. Может быть, это от барж, которые мимо проходят? Также люди рассказали, что и ранее обнаруживали странные пятна в этом районе. Видели любителей рыбной ловли и мертвых обитателей Камы. К тому же вода сейчас в реке невысокая. Мы вот уже здесь идем. Мы даже не дошли до места, где вот сейчас будет видно. Здесь уже окрашены камни в другой цвет. Такой более яркий, блестящий. Сейчас подойдем туда. Я вот специально надел такие перчаточки, чтобы вы понимали, насколько нефтяные здесь такие химические какие-то реагенты, возможно, стекают. Вот уже тут здесь есть цветные. В тот год большая вода была выше этого, поэтому не видно было все под водой. Нынче воды нет. Ситуацию прокомментировала Уральская транспортная прокуратура. Назорный орган разбирается в ситуации, сообщает агентство ТАСС. 7 сентября обнаружено нефтяное пятно протяженностью 150 метров на береговой линии реки Кама в районе улицы Невская в городе Краснокамск Пермского края. Организована прокурорская проверка. Известно, что разлив произошел не на твердую поверхность, а в реку. Разлив уже локализовали. На место отправили специалисты Пермского Росприроднадзора. Они отобрали пробы воды. Проверки ведут также Межрайонная природоохранная прокуратура и Пермский линейный отдел МВД России на транспорте. Елена Иговцева, Олег Романов, Телевизионная служба новостей. Теплее, еще теплее. В Перми стартовал сезон нагрева батарей. Теплоноситель уже начал поступать в социально значимые объекты, детские сады, школы, больницы. Последние приготовления завершаются и в жилом фонде. Вентили открыты. Город начинает новый отопительный сезон. По распоряжению главы города Алексея Демкина теплом уже начали обеспечивать социальные учреждения. В последние годы тепло начинают подавать в дома, не дожидаясь традиционной пятидневки низкой температуры воздуха. Запуск отопления – процесс не одномоментный. Заблаговременная подготовительная работа позволяет начать подачу тепла в дома вовремя, чтобы они успели прогреться к началу холодов. Мы начинаем отопительный сезон в городе Перми. Начинаем мы с образовательных учреждений, медицинских учреждений. Мы договорились сейчас с ПСК, что вот эти два дня мониторим, как у нас происходит запуск тепла. Задача по социальной сфере – четыре дня все должно быть запущено на сто процентов. Сейчас все больше социальных учреждений, где уже тепло. В настоящий момент к зиме готово сто процентов детских садов и школ. В полной готовности также все котельные и центральные тепловые пункты всех форм собственности. В целом, городские системы к отопительному сезону готовы. Исключения составляют разве что затянувшиеся наладочные работы после проведения прессовок. Они на особом контроле властей. Начиная с сегодняшнего дня, мы уже начинаем включать зимнюю схему теплоснабжения города Перми. Понятно, что это от момента не может произойти. Это будет связано с неким разворотом нашей системы теплоснабжения. Обычно это занимает 2-3 недели, в течение которого мы выйдем уже на все зимние параметры. Далее теплом обеспечит жилой фонд. Всего в Перми 6 119 многоквартирных домов. По вопросам тепла жители смогут обратиться по телефонам горячих линий, которые заработали в районных администрациях. Екатерина Леонова, Михаила Ситров, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Как изменится краевая столица ближе к своему 300-летию? Что помимо праздничных мероприятий увидят жители центральных и отдаленных районов Перми? Насколько комфортнее станет жизнь горожан? На эти другие вопросы отвечал мэр города Алексей Демкин на встрече с сотрудниками мотовельхинских заводов. В структурных подразделениях акционерного общества мотовельхинские заводы на сегодня трудится более 4 тысяч человек. Сотрудников интересует множество тем, связанных с преобразованием городской среды к 300-летию Перми. Свои вопросы они смогли задать мэру города Алексею Демкину. Сейчас очень много обсуждают предстоящий юбилей 300-летия города Перми. А что конкретно горожане, город Пермь получат, кроме торжественных праздничных мероприятий? Алексей Демкин приехал на завод, чтобы представить руководству и сотрудникам основные подходы к развитию города на ближайшие годы. Одна из основных задач у властей – равномерное развитие всех районов краевой столицы. В частности, в Мотовелихе постепенно преобразуют территорию района. Возле Дворца культуры имени Ленина создают уютный сквер. Продолжаются работы по обустройству трамвайных путей на Уральской. Как заверил глава города, движение электротранспорта запустят в середине сентября. Мы понимаем технологию производства работы. И мы понимаем, сколько времени нужно для окончания. Мы понимаем, кто подъедчик и как он это сделает. Мы планируем в 15-го часа запустить движение общественного транспорта от трамвая улицы Уральской. Вопросы заводчон также касались строительства жилья и цен на квадратные метры. Открытие новых детских садов и школ. По словам мэра Перми, работа в этих направлениях также ведется. Постепенно будут вводиться в строй все новые садики и школы. Готовятся под жилую застройку новые участки земли. Мы с коллегами тоже понимаем, что не одним трехсотлетием мы живем. И дальше мы там стратегические планы определенные, развитие нашего города делаем. Пермь меняется здесь сейчас, Пермь будет меняться. Ну а план на ближайшую пятилетнюю перспективу – вывести Пермь в топ-5 городов России. Наталья Гечик, Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Уникальный северный мед, целебный травяной чай, детские игрушки по старинным образцам, сладости даже собственные духи – все это можно увидеть в Чердане. В старинном городе на днях провели Прокопьевскую ярмарку, точнее, ее историческую реконструкцию, где постарались удивить и местных жителей, и туристов. Это небольшая историческая реконструкция Прокопьевской ярмарки. Больше века назад она была одним из главных событий в жизни Чердани и даже всей губернии. Открывали мероприятие в день святого Прокопья Устюжского, покровителя этого старинного города. Ярмарка длилась целую неделю. Здесь торговали местные и приезжие купцы, мещане и крестьяне из соседних сел и деревень. Съезжались мастеровые из Соликамска, Усолья, Нижнего Новгорода, Великого Устюга. Народ веселили шарманщики, циркачи, уличные артисты. Она вообще Прокопьевская ярмарка привязана к календарю, и она проводится в июле. В этом году в связи с ограничением, связанной с эпидемиологической ситуацией, мы её перенесли на сентябрь и соединили тоже с большим нашим праздником Черданский гостиниц. Гостинцев действительно было множество. Ещё одна традиция ярмарки – бесплатные угощения. Для горожан и туристов устроили дегустацию местных вкусностей. Это, например, чай с душицей, мятой, шиповником и прочими целебными растениями. А также продукты пчеловодства самых северных пасек страны. Пчеловод с 20-летним стажем Наталья Глебова рассказывает, у неё пасека в маленьком селе Анисимово Черданского района. Она поясняет, северный мёд полифлорный, то есть собран не с одного, а с множества разных растений-медоносов. Поэтому нашей пчеле необходимо собрать мёд с той консистенцией и того качества, чтобы она смогла эти долгие зимние месяцы каким-то образом пережить. Лето короткое, интенсивное, и цветение идёт одновременно со всех растений. Можете себе представить, какой букет в этом горшочке? Горшочек, кстати, из пчелиного воска. В этой же подарочной коллекции – иван-чай, перга, цветочная пыльца, забрус в меду, воск, которым пчёлы запечатывают соты. Словом, настоящая мечта Винни-Пуха. Ещё из гастрономических сувениров черданцы представили зефир с местными ягодами, брусникой и черникой, а также печатные пряники. Их пекут на местном предприятии по старинным рецептам, которые держат в секрете. А недавно в Чердане создали собственные духи, причём сразу три аромата. Их название – дух неба, дух времени и дух пармы. В композициях можно узнать аромат хвойного леса, запахи церковного ладана и русской печки. Составила ароматы известный пермский парфюмер Виола Новосёлова. Каждый из ароматов он отображает какую-то гранчу. Аромат первый, раз мы здесь стоим, он называется дух времени. Это черданские традиции и гостеприимство местных жителей. Говорят, скоро черданские продукты можно будет приобрести и в Перми. Юлия Зыкова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей. Чудеса ищут дом. Пермскому благотворительному фонду «Дед Морозим» требуется новое помещение, в котором разместятся его службы. Напомним, организация уже 9 лет помогает ребятам с тяжёлыми, а порой неизлечимыми заболеваниями. Сейчас помощь нужна ей самой. Это мечтательная, самая большая комната в штабе «Дед Морозим». Здесь собираются специалисты, которые мечтают и принимают достаточно важные решения о том, как будут работать службы фонда, как будут проходить благотворительные акции. Мечтами руководитель отдела пропаганды и финансирования чудес Инна Бабина называет жизненно необходимое планирование. В этом помещении сотрудники «Дед Морозим» обсуждают сборы для тяжелобольных ребят. Здесь же принимают подопечных, волонтёров и неравнодушных людей. Помимо мечтательной, в штабе ещё несколько кабинетов для сотрудников фонда. Всего в нём работает 50 человек. Это специалисты, которые напрямую и ежедневно оказывают помощь детям. Врачи, медсёстры, психологи, специалисты по социально-правовой работе. Это пять направлений работы, соответственно, пять проектных команд и несколько отделов, которые обеспечивают прозрачность этой работы, обеспечивают ресурсами команды, которые помогают детям. И, конечно, представить эту работу без встреч, без общения невозможно. Штаб – это сердце фонда, куда приходят и сотрудники, и волонтёры, которые хотят помогать, и партнёры, чтобы убедиться, что вообще-то мы реально существующая организация. За 9 лет существования фонда он помог тысячам ребят с особенностями здоровья. Сейчас под его опекой несколько сотен детей с неизлечимыми, угрожающими жизнезаболеваниями. Кроме того, службы фонда оказывают поддержку сиротам и семьям в тяжёлой жизненной ситуации. А дело «Дед Морозим» размещается в трёх помещениях. Два из них организация снимает на собственные средства. Третье помещение – сердце фонда. Собственник предоставил три с половиной года назад бесплатно. Благодаря такой помощи «Дед Морозим» смогли сэкономить 4 миллиона рублей, которые направили на помощь детям. Но сейчас хозяин планирует продать помещение. Чтобы сделать свою работу ещё эффективнее, фонд планирует объединить службы в одном помещении – Доме чудес. Каким может быть этот дом чудес, чтобы приносить пользу детям? Это площадь от 500 квадратов. Желательно, чтобы оно находилось где-то в радиусе 10 километров от центра, чтобы нашим подопечным было удобно туда приезжать, потому что многие передвигаются на инвалидных колясках или даже спецтранспортом. Могут приезжать со всего края, со всех районов Перми. И желательно, чтобы там был отдельный вход, круглосуточный доступ, поскольку иногда мы работаем сутками. Идеально, если это будет на каких-то льготных условиях. По расчётам общественников, год аренды необходимого помещения может обойтись им в 6 миллионов рублей. На эти деньги можно обеспечить годовое сопровождение 50 ребят с неизлечимыми заболеваниями на дому. Или подарить десятки тысяч часов заботы детям, оказавшимся в больнице без поддержки взрослых. Если вы знаете о подходящем для дома чудес помещении или можете его предоставить, сообщите по телефону горячей линии или электронной почте. Татьяна Овсянникова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.